Формат участия – онлайн-выступление на платформе Zoom. В трансляции, которая прошла в пресс-центре Дома Прессы, приняли участие представители Министерства образования Брестского областного исполнительного комитета учреждений образования Брестской области. Все высшие учебные заведения нашего региона планируют принять порядка 4000 абитуриентов. Из них более половины на бюджетные места. Также 500 мест определено для целевой подготовки. Дополнительные цифры целевого приема для педагогических специальностей будут известны к 1 июня. С 1 июня уже прием документов на условиях целевой подготовки у нас начнется. Это также является одной из новаций приемной кампании 2023 года. Что необходимо отметить, что помимо целевых мест, которые будут в учреждениях образования Брестской области, значительный объем данных мест по вузам Министерства здравоохранения, Министерства сельского хозяйства, также эти места заявлены и другие. Главное нововведение этого года – проведение централизованного экзамена. В Брестской области на него зарегистрировались 9430 участников, в том числе 108 экстерном. Организовано 17 пунктов сдачи централизованного экзамена. Это площадки вузов, общего среднего образования и колледжей. 14 мая ребята сдают на выборы белорусские либо русские языки, а 21-го – второй предмет по выбору. Если говорить о процентном взаимоотношении наших учащихся выпускников 11-х классов Брестской области по выбору русского или белорусского языка, то выбрали ребята, следует отметить, 30% учащихся Брестской области белорусский язык, 70% русский язык. 21-го числа больше всего выпускников Брестской области, 40%, выбрали учебный предмет математика. Также большой выбор сделан в пользу учебного предмета биологии, 18,5% примерно. Ну и менее всего выпускников будет сдавать учебный предмет «Всемирная история» и «Французский язык». Ряд льгот существует для победителей вузовских олимпиад, республиканских и областных предметных олимпиад. В области в 2023 году прием на получение профессионального образования будут осуществлять 49 учебных заведений, из них 4 учреждения высшего образования. В Брестском государственном техническом университете открывается новая специальность – таможенное дело. В Брестском государственном университете имени Пушкина новые специальности созданы в прошлом году. Это информация и коммуникации, а также рубонология и сити-менеджмент. Нововведение касается и целевой подготовки. В начале июня мы распахнем двери для абитуриентов, которые будут поступать на целевую подготовку. В этом году мы уже имеем более 30 заявленных мест от наших заказчиков кадров на целевую подготовку. Поступление будет проводиться в формате внутреннего вступительного испытания. Ну и, соответственно, конкурс выстраивается на основе суммы среднего балла аттестата и внутреннего испытания. Балла получены на внутреннем испытании. Набираем более тысячи человек, тысяча пять, если точнее, на дневную заочную форму обучения, 503 за счет бюджета. В этом году, как и в прошлом, две открылись новые специальности. Это урбонология и сити-менеджмент и информация и коммуникация. Понятно, что мы увеличили цифры набора на востребованной экономикой специальности. В соответствии с нашими профилями это физико-математическое образование, это начальное образование, это школьное образование и филологическое образование. Хорошо себя проявила и форма Олимпиады, которая проходила в региональных университетах. И теперь главное, чтобы победители Олимпиад к нам пришли в университет. Два высших учебных заведения региона – Барановичский и Полесский государственные университеты. На сегодняшний день 824 места представлены для планового набора 2023 года. Это специальности различных отраслей экономики и социальной сферы, экономические специальности, юридические специальности, педагогические, инженерные, IT-специальности. Из них 520 мест представлены за счет республиканского бюджета и 304 места за счет собственных средств. Предполагаем, что на сегодняшний день мы 100% обеспечим, как я уже говорил, общежитие. В нашем вузе есть лицей и действительно наличие лицея и затрагивает одну из особенностей вступительной кампании этого года. Лицеисты, которые отлично учатся, имеют 9 баллов по профильным предметам при поступлении в университет, имеют не ниже 8 баллов по всем остальным предметам, они имеют право первоочередного зачисления. В лицее у нас, мы ожидаем сейчас 93 выпускника, у нас есть направление, это направление хим-био, это математический класс и классы физической культуры, так называемые спортивные классы. В 2023 году в учреждении образования для получения среднего специального образования планируется принять 3026 человек, для получения профессионально-технического образования 4015 человек, при этом 2 трети мест за счет бюджетной подготовки. Мы ожидаем детей, которые хотят учиться и которые хотят стать хорошими специалистами именно в инженерной области, в области инженерных профессий. За последних три года мы открыли три профессии, значит, одна профессия полностью новая, вот мы открыли информационно-кабельные сети, предлагаем, и самое главное, что мы за все эти годы сохранили профильность, профильность именно связи, именно инженерных профессий, будем так говорить, ну, высокой квалификации, высокотехнологичных. Можно быть уверенным, что во всем многообразии специальностей абитуриенты смогут найти то, что им по душе.